и снова друзья я рад приветствовать вас на своем канале не знаю как там у вас в ваших регионах у меня здесь в тверской области установилась такая прямо морозная погода но к сожалению не солнечно вот декабрь ноябрь вообще солнцем не радует поэтому я для вас решил записать небольшое коротенькое видео исключительно чисто техническое в общем то ответ на ваш вопрос а как лучше всего настроить гибридный солнечный инвертор именно на такую зимнюю такую пасмурную полупасмурную погоду когда солнца совершенно мало но тем не менее альтернатива на все-таки же работает и наша задача как я считаю в первую очередь это конечно же зарядить аккумуляторы и инвертор должен быть настроен именно таким образом что сперва он заряжает аккумуляторы потом в режиме подмешивания после того как аккумуляторы уже наши полностью заряжены инвертор добавляет пусть немного пусть то что дает солнце в эти скудные такие зимние дни декабря но тем не менее питание в питание нагрузки совместно с нашей городской сетью поэтому задача будет следующее выставить на инверторе режим соответственно подмешивание так называемый я всегда рекомендую всем непосредственно если есть у вас городская сеть конечно же покупайте инвертор с режимом подмешивания с возможностью да вот именно подмешивать что такое режим подмешивания я много раз говорил на своем канале но тем не менее могу повторить еще раз это когда у вас работает какая-то нагрузка в доме допустим один киловатт от солнышка у вас заходит 500 ватт недостающий 500 ватт вы добираете из городской сети тем самым сохраняя ваши аккумуляторы потому что именно аккумуляторы в солнечной электростанции являются такой расходной частью и причем не дешевой расходной частью и чем меньше вы даете циклов заряд разряд для ваших аккумуляторов тем дольше они вам служат и если есть городская сеть не нужно ничего никому доказывать ну все кто живет в россии знают такого персонажа как чубайс да такой да интересная личность назовем его так аккуратненько так вот чубайсу вы ничего не докажете друзья мои кто хочет сказать что я вот там сейчас себе поставлю и все нет нет не заблуждайтесь пока в россии тариф относительно недорогой поэтому нет смысла нам запасать энергию в аккумуляторах потом ее снова тратить потом снова запасать при существующей городской сети другое дело когда этой городской сети нету там это уже отдельная история отдельной истории и не в этом видео и так как мы должны настроить наши инверторы для того чтобы до в декабре все-таки же получать энергию солнца пусть небольшую но тем не менее подмешивать к энергии городской сети и постоянно держать наши аккумуляторы в заряженном состоянии для того чтобы если эту городскую сеть отключали чтобы у нас было в аккумуляторах запасенные уже энергии нам не приходилось в мороз там бежать какой-то там бензогенератор дергать который естественно еще и плохо заводится но и так далее и так далее поэтому это видео исключительно техническое исключительно по настройкам гибридных инверторов в моем случае это инверторы 360 2 инвертор соединенные в параллель на одной фазе но такие настройки подойдут и к инверторам например 5600 и к другим инверторам по аналогии вы сможете понять что мы должны сделать чтобы у нас наша солнечная электростанция работал в первую очередь на заряд наших аккумуляторов поддержание энергии в аккумуляторах и во вторую очередь уже питание нагрузки в нашей в нашем доме совместно с городской сетью и так ребят поехали и так добро пожаловать в мою электростанцию здесь трудится два гибридных инвертора сила про 3600 маш но это не имеет значения данная настройка подойдет как 3600 так и 5600 и в общем по аналоге как и уже говорил ранее подойдет и к другим инверторам и так ребята обратимся к инструкции и посмотрим наша задача с вами сперва поставить режим подмешивания а это у нас прямо в самом первом пункте это у нас sub вот то есть отличие до отличие почему режим подмешивания да потому что совместно с солнечными панелями что не хватает от солнца инвертор добирает от городской сети вот он и называется режим подмешивания теперь все то же самое но повторим уже на дисплей инвертора и так нажимаем клавишу enter и заходим в меню нажимаем удерживаем вот мы попадаем меню инвертора и нам нужен первый пункт и вот он наш sub sub это как я уже сказал ранее совместная работа городской сети и солнечных панелей есть еще режим с был у это уже совместная работа солнечные панели аккумуляторы и по просадке аккумуляторов инвертор перейдет на городскую сеть но нам такой режим не нужен нам именно sub так с режима подмешивания мы разобрались я думаю всем все понятно теперь мы расставим приоритеты заряда от солнечных панелей обратимся к инструкции и так нам здесь нужен пятый пункт приоритет солнечной энергии и вот мы здесь видим два варианта blue и lb у именно был нам нужен чтобы солнце первую очередь заряжала аккумуляторы и так теперь смотрим на наше меню инвертора заходим пятый пункт вот наш режим blue который вот именно он будет позволять нам заряжать первую очередь аккумуляторы и после того как аккумуляторы уже будут заряжены энергия солнца будет подмешиваться с энергией городской сети и питать нашу им нагрузку вот такая информация для вас друзья я надеюсь она была для вас полезна а это как раз друзья мои наглядный пример того что я говорил до этого обратите внимание общее потребление 1 киловатт 687 ватт и от города я беру 700 с копейками аккумуляторы полностью заряжены 52 и 3 мы заряжаем и вы видите большие цифры 52 и 3 полностью заряжена от солнышка заходит 690 здесь на этом инверторе 224 ватта и соответственно так как аккумуляторы уже солнцем заряжены вся вот эта вот выработка подмешивается непосредственно к энергии городской сети питать нагрузку взглянем еще раз на прибор и так вот гор сеть и вот общее общее 1 киловатт 692 ватта а из гор сети я беру 701 ватт 680 вот таким то образом и так друзья я надеюсь вы все поняли из этого технического видео ролика по настройке инвертора если что-то непонятно как всегда пишите в комментариях я постараюсь вам рассказать и ответить более подробно ну и также напоминаю кому нужна моя личная персональная консультация в построении солнечных электростанций контакты мои в описании под роликом пишите на мою почту пообщаемся более подробно но я попрощаюсь с вами и как всегда пожелаю мирного неба над головой крепкого здоровья добра счастья любви вам вашим родным и близким с наступающим новым годом кстати друзья мои но до нового года я думаю я еще выпущу не один ролик так что еще встретимся в этом году все всех обнимаю жму руку пока ребята пока пока а